Иди на Кингтоп, обед в Бургер Кинг. Юные наследники несметных богатств превратили жизнь родителей в ад. Любят дорогую жизнь, дорогие подарки. Эксклюзивный соболь, 7 миллионов. Это явно подчеркнет мою красоту. Чада тратит баснословные суммы, а предков отправляют в игнор. Оставишь мне деньги и в Али, куда хочешь. В помощь обескураженным взрослым реалити, в котором Чада из ада отправляется на перевоспитание. Это какая-то просто деревня. Что произойдет с мажорами в обычных семьях? Смотрите прямо сейчас. Золотая клетка открывается. В наш проект поступил призыв о помощи из Москвы от семьи Самойловых. Здравствуйте. Меня зовут Самойлов Алексей. Я папа Вероники. Меня зовут Мирослава Буш. Я мама Вероники. Хотя я психотерапевт. Собственной дочерью я справиться не могу. Проблема в том, что наша дочь благодаря папе тратит неимоверные суммы в месяц. Фиг знает на что. А папа ей не может ни в чем отказать. Это меня ужасно расстраивает. Я помогаю сотням тысяч людей и при этом ничего не могу сделать. Ни со своей дочерью, ни со своим мужем, который потакает. Нет, наша дочь не должна ни в чем нуждаться. У нее должно быть все. Ну, мы постараемся не подраться при написании обращения в программу. Мы не можем справиться с этой ситуацией. Помогите нам, пожалуйста. Алексею Самойлову 50 лет. Он бизнесмен в сфере финансов. Любой папа меня поймет, что любимой дочке надо дать то, что не было у тебя, чтобы она была самая красивая, самая-самая. Мирославе Буш 50 лет. Она психотерапевт, эзотерик, блогер и писатель. Консультирует бизнесменов, политиков и медиаперсон. Подростки – это удивительные люди. Они слышат всех, кроме родителей. Самойловы живут в Подмосковье в закрытом элитном поселке в четырехэтажном доме площадью 500 квадратных метров. Также у семьи есть шестикомнатная квартира в Москве площадью 250 квадратных метров и автопарк из четырех автомобилей премиум-класса. Свой годовой доход семья не раскрывает. Алексей и Мирослава Самойловы родились в обычных советских семьях, но сумели стать миллионерами в первом поколении. В 93-м году были заработаны первые большие деньги. С этого, собственно говоря, весь бизнес дальше и пошел. Мы, как состоятельные люди, пытались как-то давать больше, чем обычные родители обычным детям. У четы Самойловых, кроме Ники, есть старшая дочь Анастасия. Ей 25 лет. Она выучилась на экономиста и три года назад начала самостоятельную жизнь вне дома родителей. Теперь все внимание Алексея и Мирослава сосредоточено на младшей дочери. Я человек мягкий, мама у нас более консервативная. В связи с этим у нас разные подходы к воспитанию. Если мама может на чем-то настоять, то я все капризы дочки, я все-таки сторонник того, чтобы это все-таки дать. Говорят, что любовью избаловать нельзя. Но это же не любовь, это же потакание слабостям. Веронике Самойловой 16 лет. Она учится на первом курсе архитектурного колледжа. Два раза в неделю берет уроки игры на гитаре. Родители ежемесячно тратят на содержание Ники от 300 тысяч до 3 миллионов рублей. В зависимости от просьб. Я всегда получаю желаемое, потому что я папина дочка. Возможно, я иногда даже этим пользуюсь. Потребности растут, но я и отказать не могу. Хочется быть хорошим отцом. Безлимитные бюджет и папина любовь привели к тому, что запросы Ники переросли из детских капризов во взрослые требования. За последние полгода Ника выпросила у отца вечеринку с приглашенными звездами в одном из небоскребов Москва-Сити за 5 миллионов рублей. Спортивный мотоцикл за 2,5 миллиона рублей. И живую лошадь с конюшней для нее за 3 миллиона рублей. Ник, смотри, кого я привел. Я у тебя просила пони. Ну что теперь делать? Я не знаю, это не пони, пап. Пойдем, мой хороший. Она просит дорогие подарки не только, например, на день рождения, на Новый год, но и на какие-то незначимые праздники. Ну, я не знаю, день весны. Это уже переходит всяческие границы. Кроме крупных подарков, Ника регулярно просит у папы деньги на новую одежду. Тут много разных вещей, но я ношу не все, типа некоторые мне вообще не нравятся, но они есть по какой-то причине. Например, как вот это платье, премиальный бренд. Мама заставила его надеть на юбилей папы. Единственное платье, которое мы купили в Дубае. Вот этот вот я носила на купальник. Вот это я просто вот так одевала на ужин иногда тоже, на пляж я его носила. Я кайфовала, когда я в них ходила. Это вообще спортивный костюм. Спорт я не люблю, поэтому я его ношу на все тусовки, потому что он крутого бренда. Просто мне все завидовали, вот. Я считаю, что я особенная и поэтому достойна особенных вещей. Банальные какие-то шмотки меня не интересуют. Эти ботинки, я в основном сейчас хожу в них. Они мне очень нравятся тем, что они неординарные. Вот у меня есть такой известный бренд. Думаю, вы все знаете эти кеды. Я была в магазине с подружкой, подружка хотела такие же. Я купила, чтобы она мне завидовала. Я считаю, что крутой мажор это тот, кто тратит деньги на что-то нестандартное. Я становлюсь старше, и, естественно, мои запросы растут. Она тратит много денег неразумно, используя это как самоутверждение. А самоутверждаться нужно все-таки за счет своих знаний и умений, а не за счет папиных денег. Дорогие шопинги, люксовые путешествия и автомобили для 16-летней Ники обыденность. Сервис по высшему разряду окружает Нику и дома. Все бытовые дела за дочку миллионеров Самойловых выполняет горничная. Я просто не понимаю, зачем заниматься домашними бытовыми делами, если для этого есть домработница. Я считаю, что самое главное в моей жизни это мой комфорт. Это таби, 5 сантиметров каблук. Стоят они, наверное, сотку где-то. Я купил их в секонд-хенде, вон там, вон. Это простые, стоят 4100 долларов. 190? 800. 1700, что ли? 27, это лаэве. Как бы вы охарактеризовали свой стиль? Бомж. Сначала отправимся на Патрике, а потом в Котельнике. И узнаем, кто реально стильный, а кто пантерец. Следите за новыми трендами, одевайтесь. А то иногда, смотрю, очень колхозно одеваются. Супер совет, как раз для нас. А 4 месяца назад Алексей по просьбе дочери нанял персонального водителя. Он возит Нику на учебу в арендованном за 500 тысяч рублей в месяц ретро-авто. Меня не привлекают иномарки, потому что слишком их много ездит по Москве. А сколько ретро-автомобилей вы видели в Москве? Ни одного. Именно поэтому я выбираю ездить на нем. Таким образом, за последние полгода папа сделал ники подарков и оплатил тусовок на сумму около 14 миллионов рублей, что привело к большой ссоре между родителями Самойловыми. Ну да, папа постоянно потакает мне, а маму это раздражает. Возможно, она бесится, что деньги проходят мимо нее и идут ко мне. Дело не в том, что кончатся деньги. Вопрос в том, что эта ситуация очень плохо может повлиять на будущее ребенка. Девочки, в моем понимании, должны заниматься реализацией, развитием, работать, быть личностями, а не надеяться на то, что кто-то придет, кто-то купит и кто-то подарит. С того момента Алексей с дочерью скрывали свои траты от Мирославы. Но конфликт вышел на новый уровень, когда 16-летняя Ника захотела построить замок стоимостью минимум 60 миллионов рублей. Так как я будущий архитектор, я уже спроектировала замок и хочу одного, чтобы папа вложил денег и мне его построили. Требовать замок – это даже для мажора перебор. У меня складывается впечатление, что это фантазия идет, а как бы так бы еще сделать так, чтобы разозлить маму. Несмотря на протесты мамы, Ника не сдается. Для исполнения мечты о замке в ход идет карта желаний. Вероника видела, как Мирослава учит своих клиентов делать такие коллажи для фокусировки на целях. Отбросив все нюансы психологической методики, связанные с трудом, Ника клеит картинки замков. Желание должно исполниться. Если не вселенная, то папа проявит щедрость. Николь, мне кажется, что разница между письмом Деда Морозу и картой желаний есть. После карты желаний ты можешь, например, включить голову, построить план на несколько лет реализации своего проекта? Зачем, если папа может просто купить мне его? Для этого не надо прилагать никаких усилий. Многие психологи, да и сама моя мама, говорят, что карта желаний работает. Значит, и с моим замком она сработает. Ника не просто старается как-то меня поддеть. Она это делает через очень важную для меня сферу, моей профессиональной деятельности. Она говорит, что ну как же, вот вы же с клиентами делаете карту желаний, а вот я тоже наклею тут замок, он у меня появится. При этом это такое выдергивание из контекста, потому что я никогда не говорила, наклейте замок на бумажку, повесьте на стену и будет вам счастье. Я как раз говорила про действия. Долго ли папа будет читать твои письма к Деду Морозу? До какого возраста ты это предполагаешь? До какого хочу, до такого и будет. Я считаю, что это не женское дело, вкладывать в какие-то дела свои деньги, когда за нее это может делать мужчина. Для папы это нетрудно. Мирослава под угрозой развода запретила мужу оплачивать желание Ники стоимостью дороже пяти тысяч рублей. Алло, Сереж, приветствую вас. Мы с вами договаривались по поводу земли, узнали ли мы ничего-нибудь? По стоимости мы с вами согласовывали, правильно? Дай-ка я тебе перенаберу. Лешенька, а это там, что было-то? Ника хочет недвижимость построить сама. Замок. Есть мечта у ребенка. Мечта от требований, папа, купи, вообще, мне кажется, чем-то отличается. Ты уже прими. Просто прими, вот оно как есть уже. Были именины, я не смог отказать. Ника рассчитывает, мама посмотрит и поймет, что у нее нет другого выхода. Это манипуляция. Не пройдет. У меня не то, что не будет другого выхода. У меня будет прям вот выход такой с подвывертом. Мало не покажется. Терпение Мирославы исчерпалось, и она обратилась в наше реалити. Мне хочется, чтобы она через, может быть, контакт с другими людьми, увидев другую жизнь, услышав других людей, начала слышать меня. Папа – это объект любви, а не банкомат. Я, как папа, очень сильно ее люблю, но понимаю, что когда-то должны эти все-таки ее запросы остановиться, потому что это, ну, постоянно продолжаться не может. Изучив ситуацию, мы сообщили семье Самойловых, что берем Нику в проект. Вероника согласилась на участие с условиями, что мама в ближайший год не станет контролировать ее траты, а папа в перспективе проспонсирует строительство ее замка. Ник, они будут в семье. Чего страшно, мне там домработница погладит? Домработница остается с нами. Ты хочешь сказать, что там в семье нет домработницы? Что за семья такая? Я рассчитываю на то, что принимающие семьи хотя бы нормально отнесутся ко мне и предоставят мне минимальный комфорт. Если меня там будут просить убираться или готовить, я просто посоветую им нанять домработницу. Перед отъездом Мирослава сообщила Нике, что по правилам проекта ее банковская карта и телефон останутся дома. Ты едешь на 4 дня без карт, без наличных денег. И самое интересное, ты окажешься без телефона. Ты будешь безвылазно в семье. Зашибись. Я беру с собой гитару и шляпу, потому что мало ли там придется 4 дня зарабатывать себе на жизнь. Ну что, готова? Нет? Надо, малыш. Пора взрослеть. Счастливого пути. Аккуратно не гоните. Пока-пока. Эксперимент по перевоспитанию 16-летней дочери московских миллионеров Ники Самойловой начался. Татьяна Хлюстова, бывшая участница реалити «Беременна в 16». Лишила родительских прав отца своего ребенка, потому что он тиран. Я просто боюсь. В новом выпуске «Жизнь после шоу» «Беременна в 16». Сейчас начнем. Татьяна встретится лицом к лицу с отцом своего ребенка. Я не хочу с ним контактироваться. Нет, подожди. Я заранее говорю. Чтобы окончательно решить, стоит ли ему присутствовать в их жизни. Невозможно всю жизнь не подпускать. Он псих. У меня 4 судимости. А что ты натворил-то? Жизнь после шоу «Беременна в 16». Новый выпуск. В 1100 километрах южнее Москвы, в поселке Знаменский, что в 25 минутах езды от Краснодара, 16-летнюю наследницу московских миллионеров Нику Самойлову ждет многодетная семья Сиротиных. Полин. Я катаю. Эту надо смазать, чтобы не прилипало. Если правильно варенье к ней закрепить, вишня вся вытекет. Василию Сиротину 46 лет. Он работает водителем городского автобуса в местном автопарке и в свободное время подрабатывает перевозками на собственном микроавтобусе семьи. Ольге Сиротиной 44 года. До замужества она работала парикмахером-стилистом, но после рождения детей стала домохозяйкой. До 2018 года Сиротины жили в Тольятти. Потом вернулись на родину Ольги на Кубань. На сбережение и материнский капитал семья купила в поселке Знаменском частный одноэтажный дом. В нем три комнаты. Около дома есть участок земли площадью семь соток с садом и огородом. Доход Сиротиных в месяц примерно 60 тысяч рублей. Это большой труд быть отцом большой семьи. Мне приходится много работать. Наши дети, они видят этот нелегкий труд. То есть мы когда идем в магазин, хочу. То есть у нас нет такого у детей. У Сиротиных четверо детей. Первенцу Андрею 27 лет. Он инженер. Уже 10 лет живет и работает в Москве. Старший из дочерей Сиротиных, Аполлинарии или по-домашнему Полине, 17 лет. Двум младшим дочкам Арине и Варваре 9 и 6 лет. Арина учится в третьем классе. Варя ходит в детский сад. Я сама из многодетной семьи. Целью иметь много детей, наверное, нет, не было. А у Василия это мечта его жизни. Был период, когда все смотрели фильм «Электроник». Когда Сыроежкин прыгал отцу на спину, катался. Вот этого я хотел. Сейчас делают это девочки. Аполлинария Сиротина учится на втором курсе в Краснодарском колледже электронного приборостроения на программиста. В свободное время Аполлинария любит читать книги, увлекается вязанием, печет торты. Меня родители с детства воспитывали не строго, но и не сильно баловали. Чтобы я не полагалась на них всегда, они действовали по способу «кнутая пряника». Если я молодец, мне дадут пряник. Если что-то не так, меня могут поругать, но в довольно дружелюбной форме. Аполлинария, она такой лучик в нашей семье. Помогает она во всем. Василий и Ольга Сиротины большое значение придают развитию своих детей. Поэтому вся семья увлекается историей и путешествиями на семейном автобусе, который Василий выкупил при переезде из Тольятти. На микроавтобусе мы путешествуем по разным местам, ездим на моря. Берем бабушку с дедушкой, чтобы не было так скучно, и отдыхаем всей семьей. Дочки Сиротина в свободное от учебы и садика время занимаются рисованием, каратэ и танцами. А еще ухаживают за домашними питомцами. Ежом, двумя котами и двумя собаками. Мой папа считает, что каждый человек личность. И даже маленькие дети тоже маленькие личности. Поэтому относятся к ним с пониманием так же, как и мама. Свой опыт Сиротина решили передать дальше, поучаствовав в проекте «Чадо из ада». Будет очень хорошо, если мажор побудет в нашей семье, скоротает с нами вечера, посидит за столом, пообщается, посмотрит наш образ жизни. Я думаю, в будущем взгляд на жизнь должен измениться. К приезду гостя Ольга и Аполлинария приводят дом в порядок. Смотри, как она смотрит с глазом в глазом. Прощай, Чебранушка. Волнуюсь, конечно. Мне кажется, любой человек будет волноваться. Кто приедет. Человек, во-первых, посторонний, из другой семьи, из богатой семьи. В близком кругу общения Сиротиных нет миллионеров и мажоров. Поэтому знакомство с подростком из такой семьи будет для них в новинку. Мальчик или девочка? Что вы думаете? Пацана бы прислали, было бы хорошо. Слушай, дорогой, а что хорошо-то пацана? Припахал бы тут помочь, поддержать, покопать. От этих, видишь, красавец, один порядок, как неинтересно. Куда мы положим мальчика? Да и девочку куда мы положим? У нас раскладушка есть. Опять же, ты храпишь. Или тебя тогда на террасу, или мажора на террасу. На террасу холодно. Здесь у нас никто не спит, потому что у нас диван в ремонте. Полина где будет спать? Сейчас будем решать, где будет Полина спать. Но папу в комнате закроем. Если будет мальчик, ну тогда будем уже по ситуации. Давай посмотрим, кто приедет. В Краснодаре мажоры, наверное, есть. Но я ни разу их не видела вживую. Я хотела бы, чтобы приехал мальчик. С девочками я не сильно нахожу общий язык. Я, конечно, переживаю. То есть своих девочек-то я знаю. А мажоры, ну, как бы, видим же там по телевидению. Давайте, может быть, Андрюхе наберем. Все-таки он там у нас в Москве уже сколько? С 18. Может быть, в университете встречался. Может быть, на работе, да. Набери, давай, узнаем. Старший сын закончил Московский энергетический университет на бюджете. Инженер при правительстве Москвы. Сынок, привет! Привет, Малыш. Андрюха, привет! Привет! Привет, привет! Слушай, сынок, я тебе рассказывала, к нам едет мальчик или девочка, мажор. В общем, немножко что-то потряхивает нас. И ты, как человек московский, может, что-то нам подскажешь? Тут очень много зависит от возраста. К вам, видите, подросток есть. Будет тяжеловато, да. Вы у меня семья, родители очень добрые, простые. Я думаю, когда вам приходит ваше окружение, вы сможете повлиять на него и показать, каким можно быть на самом деле. То есть, как бы, это, не надо переживать, а просто включить? Нет, не переживайте, конечно. Будьте сами с тобой, все будет хорошо. Нет, привет! Ну вот, а ты переживала. Эксперимент будет удачный. Верю, верить надо во что-то. Семья Сиротиных к приему чада готова. По условиям проекта, дочь московских миллионеров 16-летнюю Нику Самойлову доставляют к дому принимающей семьи. В поселок Знаменский, что в 19 километрах от Краснодара. Архитектура оставляет желать лучшего. Какие-то везде кирпичи стоят. Что-то все недостроено. Какой-то вид везде неполный. Я маме не прощу этого никогда. У меня сейчас настроение очень серое. Я до сих пор не могу поверить, что мама все-таки меня сюда отправила. Как мне пройти через грязюку? Фу! Если бы не знали, сколько чемодан стоил, меня, по идее, должны ждать. Ну вот, калитка открыта. А, то есть она не открыта, ее нету, в принципе, да? А скажите мне, пожалуйста. Оба-на! Здрасте. Я тут приехала по обмену. Вам никто не говорил? Обмен на что? Мы ждем, но не на обмен. Нам сказали, кто-то к нам должен приехать. А, это мне к вам тогда? Сейчас сюда вас дать буду. Подожди, подожди. Сейчас перелазить будем. Шторм был вчера. Ветрище сильное. Одно стакетина унесло. Точно к нам? А как зовут? Ника меня зовут. Ника? Ну все, Ника. Залазь. Главное, что Нину не порвать. Это я постараюсь. Давайте знакомиться. Да, давайте. Ольга Александровна. Меня Ника зовут. Очень приятно, Ника. А там твои вещи остались? Да. Ты заблудилась, получается. Да, было бы хорошо, если бы мне помог кто-нибудь. Это отец Василий наш. Василий Федорович. А я Полина. Приятно познакомиться. Меня Ника зовут, да. Арина. Привет, Арина. Меня Ника зовут. Варвара. Привет, Варвара. Пошли мы тебе покажем дом. Так, ну вот. Добро пожаловать на Кубань. Жаль, что это не парень. Будет труднее найти общий язык. Но я постараюсь ее разговорить. Ты откуда вообще приехал? Я из Москвы. Вау, классно. Василий Федорович принесет нам вещи. Народ, это что за контрабас тут такой? Идрена. Феня. Народ. Ничего себе. Офигеть. Вы тиканули. Я с этим чемоданом потерялся. Слушай, Ника. Ох, классно. Гитара очень впечатлила. Получается, девочка играет, поет. Очень люблю музыку. Кто-нибудь прокатите его, пожалуйста. Ника, сколько ты набрала вещей всего на несколько дней. Я же не могу каждый день в одном и том же ходить. Сразу понятно, что человек приехал к нам из Москвы. У нас так не одеваются, у нас так не красятся, у нас не ходят с таким огромным чемоданом. По правилам проекта семья проводит для Чада экскурсию потом. Варя, давай, чемодан на тебе. Сейчас покажем, где мы живем, как мы живем. Смотри, ну это ванна-туалет. Это помылочная. Это мамина комната, да. Детская комната. И моя комната. Ой, у вас тут розовенькая. А там не розовенькая. Здесь у нас горище. Это называется чердак по-кубански. Это у нас, кто плохо ведет, все на горище. Лестница спускается и все там. А ты где живешь? Дом, квартира? В доме. У нас, конечно, попросторнее дом будет. У нас четыре этажа. У меня семья простор любит. Наш дом ее, ну я думаю, совершенно впечатлил. Я мечтаю вообще о замке. И у меня такое условие с родителями, что я бы сюда просто так не поехала. Что если я вот у вас тут четыре дня проживу, то мне папа купит замок. Ника, а почему замок? Это сколько содержать надо, представь, если вот у нас как бы небольшой дом. Это столько вложений. Главное, что я не буду вкладывать. Главное, что вложат папу. Папа. В общем, круто. Замок мне нужен, наверное, для того, чтобы другие посмотрели на меня снизу вверх. Чтобы показать свое преимущество, потому что замок все-таки это какая-то экзотика. По-моему, это бред. Мне кажется, в 17 лет нужно мечтать о стабильной работе, стабильной заработной плате, любящей тебя семье. Но у нее много денег, поэтому я думаю, о первых двух пунктах ей не стоит переживать. Кем папа работает, чтобы замок содержать? Сажать небольшой секретик. Можно сказать, папа бизнесмен. Главное, что папе денежек не жалко на меня, он меня любит. Ника не рассказывает о профессии своего отца, но, скорее всего, она дочь какого-нибудь олигарха. Наследнице московских миллионеров Ники Самойловой придется 4 дня прожить в многодетной семье Сиротиных и привыкнуть к новым для себя правилам и условиям. Так, ну пойдем замок замком. Ника, я тебе сейчас покажу наш участок. Замок здесь не встанет, но баня вполне возможна. Мечта нашего отца. Я вижу этот участок, я думаю, что за свалка у вас тут. Здесь сад, посадили, смотри, яблоньки, инжир, черешня, черешня, тютина. У тебя в замке будут деревья, сад, плодовые? Это как пойдет. Ты одна там будешь гонять? Детально я не смотрела на это все. Мне кажется, на самом деле маловато у вас участок. Знаешь, как бы для Кубани это очень даже мы такие житочные крестьяне. У нас еще есть автомобиль. Не карета, но все же. Давайте посмотрим. Всем каретам карета. У тебя какой автомобиль? Папа катает или личный водитель может быть? У меня личный водитель на ретро автомобиле меня будет. На ретро? Да. Ой, ну класс. Мажор – это человек, у которого очень-очень много денег, и он не знает, куда их потратить. Он может выпендриваться ими, может покупать разные дорогие вещи. В этот автомобиль вмещается наша семья вся, и можем прихватить гостей. Не ездил он таких? Да нет, ни разу. Все чемоданы влазят как раз. Удобно ездить. Я даже не ожидала такого увидеть, на самом деле. Пойдем. В автобус глянешь, как обстановочка. Вот видишь, желтая ручка под цвет твоего чемодана. У вас тут прям вместительно. Ник, а теперь пошли. У тебя мечта замок, а у меня мечта, когда я переехала на Кубань, сделать ретро-комнату. Такую лаунж-зону или там капсула времени, чтобы туда можно раз и погрузиться. Пойдем, я тебе покажу. Я личность творческая. Я могу творить, могу вытворять. И хотелось, конечно, затронуть свои корни, показать красоту. Проявить себя как декоратор Ольга смогла, когда сиротины переехали из Тольяттинской квартиры в собственный дом. Здесь Ольга оформила лоджию в ретро-стиле. Она сама придумала дизайн, подобрала цвета стен и пола, разыскала, отреставрировала мебель и экспонаты из советской эпохи. Вот смотри, у тебя мечта замок, а у меня мечта была вот это воплотить в своем доме. Садись, посиди, я тебя покачаю, ой, как классно, смотри, вот так. Это вечерами вот так вот берешься, раз и качаешься. А это вот смотри, это на Кубани, это запорожские казаки пишут письмо. И это действительно вот 10 километров от нас это происходило. Вот тут получается, смотри, у нас наш казачий уголок, это вот видишь, казачий край. Идет? Да, это вот можно там, знаешь, так, ха-ба, так, и пошел. Я даже не знаю, как описать свои впечатления. Я никогда не видела такого, чтобы человек сам взял вот так вот, обустроил себе такой уголочек. Экскурсия закончилась. Пора решать вопрос с обустройством чада на ближайшие 4 дня. Сиротины подготовили для Ники место на двухъярусной кровати в комнате младших сестер. Аполлинария договорилась с Ариной и Варией, что будет спать на нижнем ярусе, гостья на верхнем, а девочки на 4 дня переедут в комнату Аполлинарии. Мы тебе предлагаем, потому что как бы у нас все равно, ну, места уже девочки спят. Вот в такую прекрасную зеленую комнату, видишь, будет с видом на сад, апартаменты. И это вот твое место. Ну, она какая-то маловато. А есть еще какие-то варианты? У нас раскладушка есть. Она еще меньше. Нет, давай все-таки тогда тут я буду. Так это все-таки что это? Это гитара. Играешь? Играю, пою. Это ты будешь в замке играть и петь еще, да? Естественно. Ну, вообще. А что, классика? Шансон? Там как пойдет. Так, ну, надо ее куда-то определить, чтобы ее дети всолили. Давай ее, может, на окно вот так вот. Все. И закрыли. Все, тогда разбираться тут буду. Раскладывайся. Ника так легко соглашается с нашим предложением спать на втором ярусе. Мне кажется, что ей нравится быть на высоте. Мне это еще сейчас все разбирать. Кровать такая маленькая. Я на нее помещусь вообще, нет? Хоть что-то есть позитивное в этом доме. Если мне станет некомфортно спать, то я не буду как-то терпеть это. Я сразу пойду, всех разбужу и скажу всем, типа, что такое? Положите меня на нормальную кровать. Гости дали время распаковать вещи. Пока Ника присматривается к новому жилью, сиротины в кухне делятся впечатлениями от знакомства с ней. Что из себя Ника? Что думаете? Ну, необычная, раз в 21 веке, хочет себе замок. А ты хотела бы замок? Говорит. Вот, мам, прикинь, вот этот замок, там столько этажей. Ты, мам, поднимешься уже, вон, с ног. Ну, конечно. Да. А так, мне кажется, что это несерьезно, и за этим кроется что-то еще. Не в замке делай, мам. Да. Я думаю, что сложности будут с этой девочкой. Какая-то у нее есть вот недоговоренность. Вот она не открылась для меня. Ника распаковала вещи и присоединилась к обеду с принимающей семьей. По правилам проекта, чадо питается той же едой, что и хозяева дома. Сегодня в меню традиционное кубанское блюдо – вареники с капустой, которые специально приготовили к приезду чада. Ольга с дочками лепили их по семейному рецепту своей прабабушки Прасковьи Ивановны, которая была чистокровной донской казачкой. А что кушают? Это волшебные вареники называются. Они с жареной капустой. Тесто делается на опаре. Опара – это варится картошка, и вот эта жидкость из-под картошки смешивается с мукой. Макаются в растительное масло и сахар. И это вообще бомба. Я в еде не очень люблю эксперименты. Все-таки я предпочитаю кушать что-то проверенное. И для меня вареники с сахаром – это что-то прям вообще новое. Ты расскажи нам, пока варятся вареники, ну, а тебе немножко. Мама у меня психотерапевт. Современная профессия. Папа – бизнесмен. Ты чем вообще занимаешься? На кого учишься? Я на архитектора учусь на первом курсе. Замок от этого идет? Да. А ты, Полина, на кого учишься? Я на специалиста по информационным системам. Интересно. Ну, очень увлекательно. Увлекаешься еще чем хобби у тебя? Да, много чем. Рисую, вышиваю, вяжу, делаю торты. Мы с Полиной, мне кажется, слишком разные. Я не думаю, что мы сможем подружиться. Вареники сварились, и для чада настало время гастрономических открытий. Вот так вот это все поливается таким вот маслом. И теперь, смотри, делаем замок с сахаром. И должна теперь макнуть. Главное, не надо его разламывать. Вкусно, кстати. Мне понравилось, на самом деле. Я никогда такого не ела. Очень необычно. Я бы, наверное, сама даже никогда не додумалась попробовать вареники с капустой, кушать с сахаром. Ну, ты серьезно это все, ну, как бы, по поводу замка? Да, конечно. Шутку я не говорю о таких вещах. Я полагаюсь просто на свои возможности. И, возможно, возможности моего папы. Вы просчитывали? Смету там на весь замок? Да нет. Потому что мама против вообще всей этой идеи. Ну, то есть, получается, в вашей семье папа тебя поддерживает, папа тебе дает деньги, а мама, наоборот, против. Мы пришли уже к тому, что папа в тайне дарит мне всякие подарки. Потому что он не может мне отказать ни в чем. Но маме, наверное, не очень от этого хорошо. Напряженно у нас с ней, мы конфликтуем часто. Ты что-то хочешь доказать? Ну, я много вещей делаю ей на зло, чтобы она поняла, что все-таки не надо стоять у меня на пути, если можно это так назвать. У нас с мамой конфликты часто возникают из-за того, что просто нравится выводить ее на какие-то негативные эмоции и смотреть, как она злится. А тут даже само слово, видишь, на зло, ты даришь маме зло. Вот представь, человек, который тебя родил, ну, то есть, дал тебе жизнь, воспитал до 17 лет. Папа – это, конечно, святое, но мама… Полин, ты расскажи немножко… Дочь, ты как? С мамой. Поперек делаешь? Да вроде нет. Со всеми вас с вами дружу. Для меня это неприемлемо. Ведь мама для меня, как подруга… Я не хочу с ней ссориться. Мне стыдно перед тем человеком, который меня воспитал. Ну, вообще, мне кажется, что вы не восприняли мою идею все как надо. Может, с другого что-то начать надо. Не с замка, а сначала договориться с мамой. Они все думают, что они как-то могут повлиять на ситуацию, не зная толком меня, не зная вообще мою маму. Просто я уже не могу, меня это бесит. Какая им разница? Поэтому я просто беру и ухожу без каких-то лишних объяснений. Не-не, подожди. Спасибо за уши. Куда ты еще живешь? Вареники? Это характер. Вот он. Смотри, что… Психанула. Вареники. Значит, не голодная. Не голодная? Захочет, попросит. Ну, давайте сейчас все доедим. Позовем ее. Помоет с нами посуду. Не, Полин, человек с поезда. Ладно, помоем сами. Пусть восстанавливает свои мысли. Я поняла, что Ника конкурирует со своей мамой. И она всем своим внешним видом даже, мне кажется, это показывает. Наступило время ложиться спать. А Полинария с Никой вернулись в комнату младших девочек, где им уже приготовлены места на детской двухъярусной кровати. Ну все, ложись. Думаю, будет удобно. Заключишь ты свет тогда. Все, отлично. Тебе иди на руку. Не нужен? Не, почему? Я не верю и, наверное, не поверю в успех вот этого всего эксперимента, потому что как можно поменять человека, если он этого не хочет? Я не хочу меняться. Первый день эксперимента подошел к концу. Чадо московских миллионеров Ника Самойлова засыпает в доме многодетной семьи Сиротиных на Кубани. Сегодня Ника впервые в жизни пришла в гости через дыру в заборе, попробовала вареники по казачьему рецепту и теперь засыпает на двухъярусной кровати в комнате с соседкой. Наступил второй день эксперимента по перевоспитанию 16-летней Ники Самойловой, дочки московских миллионеров, в многодетной семье Сиротиных на Кубани. Сегодня суббота. У Василия и дочек отдых от работы и учебы. Ольга с раннего утра хлопочет на кухне, чтобы накормить семью. А Ника что, не встала еще? Приснаков в жизни еще не подавала. Такое время-то уже, ну, работа сегодня у нас есть, да. Надо, значит, как-то это поднимать девоньку. Начинается второй день. Я немножко понимаю, что, о, у меня есть еще один ребенок, то есть которого надо будить, надо кормить. Ну, совершенно незнакомая девочка. И это очень, как бы, непросто и тревожно. Планы у нас какие? Картошку мы хотели посадить? Да, все уже соседи посадили, а мы опоздавшие. А как наши гости, как думаете, вообще пойдет? Хочешь не хочешь, сажать надо. Надо сначала разбудить вообще гостю. Она сейчас, во-первых, на новом месте, не выспалась. Да вот, правильно, будить. Давайте я попробую. Да, вы девочки, мам, беднее. Тогда кофе, бутерброд ей надо тоже, наверное. Понюхать. Скажет, блин, я хочу копать картошку. Или лучше сначала про картошку не говорить. Не начинай про картошку. Мама хочет окружить теплом Нику, чтобы ей было не одиноко. И она почувствовала себя в нашей семье как полноценный член семьи. Ольга несет чаду завтрак в постель. Привет, дорогая. Сколько времени? Очень поздно. Уже солнце высоко. Как тебе спалось? Нормально. Я смотрю, ты вчера немножко переживала. Поэтому я хотела тебя удивить. Не знаю, твоя мама так делает. Но смотри, я тебя что? Нанюх. Мы тебе испекли сырники. Сделали кофе. На самом деле, я не знаю, как расценивать это, как гостеприимство, добродушие. Это такая штучка. То есть надо быстро, быстро, быстро. Знаешь, как в армии собираются. Мы сейчас завтракаем и идем сажать картошку. Ольга возвращается на кухню, чтобы позавтракать вместе с семьей. А Ника ест свой завтрак по-мажорски в постели. Мне непривычно, что все вместе, куча народу, сели кушать. Потому что у нас в семье абсолютно не так. Мы все кушаем по отдельности, кто когда захотел. Тут все едят по какому-то графику. Это некомфортно. Пока дочь московских миллионеров наслаждается сырниками, бутербродом и кофе, сиротины уже переоделись для работы на огороде. Ты побыстрее это чистишь, что ты там начищаешь зубы. Не обязательно этому часто. Ну, извини, да, конечно. Как ты хотела? Ты же приехала куда? На Кубань. Не посадить картошку – это неправильно. Я считаю, что картошку сажать – это просто жизненно необходимо для нашей семьи. Жареные, опаренные, драники. То есть, когда есть у меня картошка, моя семья никогда не будет голодной. Это что за колхоз вообще? Я не понимаю, в чем смысл этого. То есть, мне за это даже деньги не платят. То есть, мне просто надо встать, пойти, взять лопату, что-то копать. В доме миллионеров Самойловых все бытовые задачи решает специально нанятый обслуживающий персонал. Поэтому Вероника ни разу в жизни даже цветы на родительском участке не сажала. Подожди, 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 подожди. Ну, ты что одела? Посмотри, в каких ты ботинках. Знаешь, где картошка, где твои ботинки? Сюда иди. Где носки, Полин? Попробуй вот этот носок. Ну-ка, это, видишь, это наша бабушка вязала. Ну-ка, одевай. Куда мне не влезешь? Одевай, ты влезешь. Там, знаешь, какой холод. О, отлично. Давай еще шапку выбирай. Куда мне шапку? Шапка обязательно. Там такой ветер. И куртка. Давай. Вот, и куртку ты свою не испачкаешь. А то вот приедешь, а мать скажет, где была? Что с детем сделали? Видишь, все по фуршую. Цвет, шапка, красота. Посмотри, как красиво. Че, я выгляжу как колхозник теперь. Какие-то огромные сапоги. Какой-то мне натянули вообще шапку. Я никогда не была в таком виде. У меня так некомфортно. По условиям проекта Чада делает все то же, что и старший ребенок в принимающей семье. А значит, Ника вместе с Аполлинарией и младшими дочками Сиротиных пробует сажать картошку. Площадь всего участка семь соток. Одну четвертую его часть занимает картофельная грядка. Ника, давай двумя руками и быстренько. Я не люблю сажать картошку, но я иду на грядку с родителями, чтобы их поддержать, чтобы им помочь. Хотя бы маленьким своим делом. Хочешь попробовать скопать? Может, тебе это больше понравится? Давай, бери лопату. Вон, красная. Самое главное. Посадки картошки лопата. Послали девочку. Вот, смотри, берешь. Раз. И ножкой. Раз весом. Раз весом. Вот. Вот она, родимая. Опа. Фу, прям с червяком вытащила. Не, копать это вообще не мою. С копанием земли у Ники не сложилось. Поэтому Аполлинария отправила Нику к младшим сестрам Арине и Варе помогать разбрасывать картошку в землю. Так, двигаемся. И резать их пополам, да? Да, только смотри, чтобы они были все пленки и без этих. Вот без такой штуки. Это выкидывать? Ну, просто сюда клади. Вот смотри, картошка. Вот туда. Вот так вот ее. Попробуй. Вверх росточками. Переворачивай. Да, да, да. Давай, 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 давай. Все-таки картошка это не мое. Я как-то больше по творческой части. Ты еще просто не поняла. Ну, ты же хочешь замок, а там будет земля. Посадишь как раз там картошечки. У меня спина уже болит. Может, мы на сегодня это... Да ты что, мы только начали. Ты еще не влилась в процесс. Капаем, капаем. Я не понимаю, ради чего такие жертвы. У меня все сапоги, все ноги в грязи. Если я хотела как-то почесать лицо, как мне это сделать? У меня все руки в грязи, я вся в грязи. И это ужасно. Я вот задумываюсь, для чего они сажают картошку сами. У меня столько версий, что, возможно, они и тем самым экономят. Но не понимаю, на чем экономить, если ты тратишь свои силы. А можно просто пойти в магазин или заказать доставку. Вы картошку просто купить не можете? Чего вот это? Вот заморочки все. Не, ну купить вообще все можно. Ну, а в чем проблема? Разве она так дорого стоит? Ну, дорого, недорого. Ну, понимаешь, ты, получается, обесцениваешь труд родителей. Ты говоришь, это можно все купить. Папа все купит. Ну, ты же понимаешь, какой бы папа там не был, бизнесмен. Все это все равно нужно трудиться. Погода испортилась, и семья решила отложить посадку картошки на завтра. Все вернулись домой. Василий занялся ремонтом автобуса, а девочки решили освежить чистоту в гостиной. По традиции Ольга делает уборку с дочками каждые выходные, чтобы научить их вести хозяйство. По правилам проекта участвовать в этом придется и Нике. Ты берешь табуреточку, аккуратно только все снимаешь. А где Ника вообще? Ника! Вероника! Чего? Куда ты там делась? А вы не можете домработницу вызвать? Это недорого совсем. Я просто вот это все, мне кажется, лишняя трата времени. Не, Ник, ну это все можно, в принципе, вызвать. Но это же какое-то женское, ну вот начало, ты будущая там жена, мама. Так 21 век. Так 22-й, ты что? Это женская энергетика. Скажи мне, Олимпийские игры. Смотрела. Знаешь, как керлинг? Вот, 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 раз, раз, керлинг. Чтобы пыль ушла с пола. Мы с ней распрощались. Ты берешь и моешь. И потом, знаешь, такой кайф ты легла, и у тебя чистота. У тебя такое было? Я не хочу с ними ругаться, потому что как-то я у них живу, потом они будут на меня косо смотреть. Я просто беру эту швабру, решила, ну вот я что-то там пошкребу пол этой швабры и пойду отдыхать, потому что особо много усилий я на это не потрачу. Ты вообще подумаешь, что-нибудь делаешь или нет? Ходишь в магазин? Да нет, ты что, в магазин можно доставку, заказать продуктов, чтобы никуда не ходить. А магазин прям так далеко, чтобы до него дойти? Ну а что лишний раз ходить, куда-то мотаться? А в своей комнате полы никогда не моешь только домработницы? Ну да, но мы же ей деньги за это платим. И сколько раз в неделю вы ее вызываете? Она каждый день приходит, она кушать готовит, убирает. А, то есть она все делает, ты не готовишь тоже? Нет. Вообще никогда? Нет. Я убираюсь дома каждую субботу вместе с сестрами. Мама начала учить меня заботиться о доме, когда мне было лет шесть. Полы мы помыли, пыль вытерли. Все, мы отдыхать будем. Отдыхать. И чуть-чуть попозже. Смотри, вот эти прекрасные древние ковры, уже сейчас весна, они очень пыльные. И как бы внести такую свежесть в нашу комнату. Мы отправимся их постирать. Вот это куда? Химчисткой. Химчистка, это дороговато для двух ковров. А куда? Мы отправимся на речку, на Кубань, стирать ковры. На речку? Представляешь? Так мы же не в этом, не в палеолите Мезозоя. Чего за ковров не было? Где, где? Это что такое совсем Мезозоя? Не знаю, про Мимозоя никакого не знаю. Смотри, вот берешь вот так вот. Давай, давай, давай. Стой, стой, стой. Вы шутите? Нет, я не шучу. Я не могу представить, чтобы у меня дома кто-то пошел на реку стирать ковер. Просто всегда мы сдаем ковры в химчистку. Правда, для этого же не нужно никаких усилий. Для меня просто какой-то прям шок, чтобы на речку идти стирать. Ну, шок это по-нашему. Тебе картошка была шоком. Даже картошка не настолько шоком была. Да это все ерунда. Тебе понравится. Я чуть в обморок не упала. Я сначала думала, на самом деле, что она пошутила, потому что я не слышала, чтобы так делали в самых глубоких глубинках. А тут прям вот мне говорят, что сейчас мы пойдем. Я так удивилась. Загрузив в автобус все для перекуса на природе и мытья ковров, включая специальные деревянные палеты, которые Василий сколотил на манер большой стиральной доски, на которой традиционно в казачьих селах женщины стирали в реках ковры и посельное белье, сиротины и чадо отправляются в первое совместное путешествие. Поехали! Уху! Что такие недовольные лица? Сиротины и Ника приехали на берег Кубани. И чтобы Нике было не так грустно стирать ковры в реке, сиротины решили испечь на костре любимое лакомство детей – картошку. Давай сюда кладем и мы сейчас закинем. Если нет, делай закипу. Хлеб можно пожарить. Вот таким образом. Позвали, укладываем. Так, Ника, ты подаешь, да? Инька. Отлично. И сверху сейчас костер сделаем. Идем с девчонками по полю. Идем ковры мы будем. Что делать? Мыть. Ура. Где? Ура, ура, ура. Что это такое? Где радость, счастье? Посмотрите, какая прекрасная утка полетела. Посмотрите, какая прекрасная утка. Чистка ковров на реке. Для чего мы это делаем? Во-первых, это объединяет нашу семью. Ну и в принципе, это сохраняет наш бюджет. Ты будешь с этой стороны, значит, твое ведро, Полин, твое там. Берем потихоньку так. Опа! И щеточкой. Смотри, душа моя. Вот так вот. Каждый этот раз-раз. Все по-быстрому. Потом срезся. И погнала. Вот ты говоришь, в химчистку. Во-первых, дорого. Во-вторых, может ковер испортиться. Разве это какие-то ценные персидские ковры? Нет, но по тем временам они стоили, может быть, не так дорого. Но это дорогая память. Это от прабабушки. Как бы такие вещи я не узнаю деньги. Мы не сдаем наши ковры в химчистку. Нам легче их просто постирать с мамой за 20 минут. Вот возвращаемся к разговору про твои отношения с мамой. Сейчас приедешь, скажешь, я сажала картошку, на полы. Может быть, как-то по-другому. И она взглянет. И ты взглянешь на жизнь. Пойду я. Не знаю, руки у меня болят. Пройдусь. Сейчас приду. Руки болят, ноги болят. Полин, тебе ничего не болит? Главное, чтобы ничего не болело, да. Вероника! Далеко только не уходи. У меня заболела спина. У меня затекли уже руки. И еще Оля начала со мной опять вот эти вот разговоры про маму. Меня это так достало. Вероника! Вернись! Тут Кубань. Заблудишься. Смотрю, ты помощница моим девочкам не сильная, да? Надоело мне все. Да? А мне поможешь порядок навести в автобусе ковры? Ладно. Девчата сами постирают. Поможешь? Смогу. Отлично. Просто смыть? Ну, ты намочи, да. Ты, наверное, и полы не моешь, думаю, да? Не-а. У тебя кто-то в помощь есть? Добработница. Блин, ну вот жизнь. Так неинтересно. Что, Вероника, вот, пожалуйста, верхнюю полочку здесь протри. Ну, смотри, какая грязь это. Ага. Я понимаю, ты же наблюдаешь, как у тебя в доме, да, делают? Да. Ой, красота просто. Мама с папой вот из-за твоих прихотей, например, да, ссорятся между собой. Есть такой момент? Бывает. Ну, ты считаешь это правильно? Ну, это уже их дело. Как их-то что? Ты же член семьи, ты их дитя. Они переживают за тебя очень сильно. Хорошо то, что тебя отец поддерживает. Это классно, супер. Ну, не души ты так своим отношениям. Случаи бывают в жизни и у меня. Случаи были в жизни. Когда я не слушал маму, и в оконцовке я понял, что родители зачастую правы. У нас был пример с Полиной. Решила заработать денег, решила складом заняться. Это, конечно, хорошо, неплохо. Ну, получилась такая история поучительная для всех. У нас мама была тоже против со складом. Я считаю, что мама в твоем случае тоже не значит, что она не права. Поэтому надо прислушаться все-таки к матери. Она плохого не посоветует. А по поводу склада вот можешь с Полиной поговорить. Вы одного возраста, да? Ника, молодец. Помогаешь круто. Печеная на углях картошка готова. Достаем картошечку. Мне может Ника помочь или кто хочет. Ника, помоги, пожалуйста. Варя. Вот смотри, видишь, какая поджаристая. Ника заводит разговор про склад. Зачем ты еще на этот склад пошла? Да, подумала, что неплохо было бы вообще просто поработать. Ну и на этом складе как раз были вакансии. Деньги она хотела вне зависимости от нас. Как бы мы ее отпустили. Мы пошли на встречи, но получилось так, что это повлияло на ее учебу. Ты какие выводы сделала? Вы были правы. Не стоило мне туда идти, конечно. Я поняла, что иногда к ней лучше к вам прислушиваться. Только иногда, что ли? Мама сказала, что Полина не надо устраиваться. Будешь портить себе аттестацию, ведомости, когда будешь ходить на учебу. Но я не послушала ее. Решила, почему бы и не попробовать. И в итоге произошло все так, как и сказала моя мама. Я никуда не успевала. Приходила в колледж сонная. И в итоге мне выписали штраф. Вы в своем подростковом возрасте свои вот эти какие-то желания можете не так увидеть. Я к тому, что может быть все-таки мама твоя где-то права. Сиротины и Ника возвращаются на своем микроавтобусе домой. От речки до дома семьи ехать 25 минут. Я в шоке просто с этих домов. Я таких не видела никогда в жизни. Было бы интереснее, если бы хоть какое-то разнообразие было. Ну, ты как арситектор говоришь. Вот, смотрите, как папа. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да вы моя красавица. Вообще отцу не напрягаться пришлось. Все, молодцы. Все. В гости Каполинарии пришли друзья. Узнав, что у Сиротиных происходят съемки реалити Чадо из Ада, ребятам захотелось познакомиться с Никой. Это Ника. Привет. Это Кагик. Привет. Матвей. Эльмира. И Ася. Все, надеюсь, вы подружитесь. Ребята отправились к кафе, что в 20 минутах ходьбы от дома Сиротиных. Обычно они собираются там по выходным. А как я эклер буду ложкой есть? А можно руками, типа, это смысл вообще? Да, конечно, здесь вообще все можно. Это же вам не Москва, конечно. Слушай, ты учишься на архитектора, но занимаешься музыкой. Да, музыка это больше как хобби. А почему на архитектора учишься? Ну, я художественную школу кончу, вот. Мне рисовать нравится и все такое. А вы, ребят, вы чем вообще хотите заниматься? Я учусь на ИТ. Нравится? Знаю. Да, нравится, интересно. Я вообще еще в школе учусь, я в восьмом классе. Вообще планирую на дизайнера интерьера поступить. Я занимаюсь вокалом, но так поступлю на правоохранительные органы. Ну, интересно, как здорово. Все разносторонние. Сколько родителей денег дают вообще на карманы расход? Ну, у меня нет такой прям фиксированной суммы. Просто, если я что-то себе захочу, то мой папа мне это купит. Отец меня поддерживает, а мама как-то, ну, такой я себе. Простые ребята без каких-то понтов. То есть они прям все спрашивают у меня, они интересуются. Я не увидела какого-то прям такого фальша в них, то, что они интересуются для галочки. Нет, мне показалось, что им прям реально интересно. со мной, что они хотят что-то узнать. А у вас вообще бывают конфликты с родителями? В нашем возрасте у всех есть какие-либо конфликты с родителями. Я в основном с мамой иногда в конфликтах из-за того, что как я одеваюсь. Ей не нравится мой стиль. Я пытаюсь как-то что-нибудь на одной волне с родителями и не ссориться. Ну, давайте так, не будем о плохом родителям. Где-то я такое слышала, что не только плохие качества надо высказывать о своих родителях, но о хороших. Сейчас предлагаю, чтобы каждый по очереди назвал по одному хорошему качеству своей мамы. Почему именно мамы? Потому что обычно считается, что мама намного строже отца. Она запрещает все. А папа, наоборот, поддерживает своих детей. Ну, особенно дочерей. Давайте. Матвей, хорошее качество твоей мамы. Во-первых, в моей семье все наоборот. Не мать. Строго отец. Мама, она всегда войдет в положение. Ну, то есть одним прилагательным. Она понимающая. Да. Моя мама жизнерадостная. В любой непонятной ситуации всегда на позитиве. Ася? Самое лучшее качество это понимание и то, что можно погодить по душам. Ну, к ней всегда можно пойти за советом, и она никогда ничего плохого не посоветует. У меня отец более строгий, чем мать. Мать всегда старается сделать то, что я попрошу, даже если это сложно сделать. Ну, тоже у всех мамы понимающие. На самом деле задумывалась, а почему у всех все так хорошо, все говорят какие-то положительные, добрые вещи. Думаю, ну я же тоже могу про свою маму сказать, что это хорошее. Ну, моя мама тоже достаточно позитивная, вот могу сказать так. Ну, вот видишь, есть хорошие стороны. Продолжаем. Могу сказать, что моя мама очень сильно одевается. Ну, вот видишь, со временем ты найдешь еще больше качеств. Очень странно, что вот это вот вроде это как игра, какой-то ерундовый тест. Мне кажется, я у Полины вообще придумала на ходу. Я посмотрела с другой стороны на свою маму, на всю ситуацию. По правилам экспериментов, в конце второго дня родители обеих семей знакомятся друг с другом. Пока Ника гуляет с Аполлинарией и ее друзьями, а младшие Арина и Варя смотрят мультик, у взрослых появилась возможность поговорить. Как ты думаешь, как там Ника? Я прямо четко переживаю. Ой, не знаю. Я думаю, что у нее все нормально. А как ты думаешь, какие они внешние? С лысиной, может быть, тоже какие? Лысые? Лысые. Которые все разрешают? Ну, я думаю, добрые должны быть всегда с лысиной. Лысые? А мама? Мама, наверное, должна быть такая эффектная. Может, яркий какой-нибудь цвет волос. Москва тем более, да? Давай посмотрим сейчас. Господи, помоги. Ты че, дорогая, ты так волнуешься, что ли? Да. Да перестань ты. Добрый вечер. Добрый вечер, Москва. Я Алексей Мирослава. Очень приятно. Очень приятно. Ольга, Василий мой муж. Знаете, где ваша дочь находится? Какие-то есть предположения? Предположений нет. Но, судя по вашим лицам, где-то в хорошем месте. Ваша девочка находится в солнечном Краснодаре на Кубани. Ого! У нас зима, у вас там лето уже практически. У нас с Василием четверо детей. Как же вы справляетесь с четырьмя-то? Ну, справляемся. У нас есть уже опыт. Стараемся вашу дочь приучать трудовым будням в нашей семье. Ника уже убирала в доме, мыла полы. Ходили мы в поле, сажали картошку. Ника картошку сажала? Да, Ника сама сажала картошку. Вы езжали на Кубань. Это у нас река такая есть. Чистая вода, прям как слеза. И там стирали мы ковры. Вы что, в 21 веке ковры стираете в реке? Да-да-да. Это традиция? Ваша дочь тоже как бы пыталась нам донести, что все можно купить, можно позвать клининговую компанию. Но при этом она прекрасно справляется с шваброй. Един такой момент, ваша девочка нас очень как бы удивила, что у нее такой замечательный папа, и он хочет ей подарить замок. Вот мы не можем понять, вообще это как бы шутка вашей дочери? Нет, она же в архитектурный поступила, она вот хочет воплотить его в жизнь. Мама хочет, чтобы не папа там принимал участие, договорил со строителями, нанимал рабочих, чтобы Ника сама как-то к этому приобщалась. Мы заметили такую как бы проблемку, что Ника полностью полагается на вас, что вот папа мне купит, папа построит, папа, папа, папа. И как бы мама... Выделить средства. Да, и то, что мама полностью против этого проекта. Вот мы поняли, что у Ники что-то с мамой. Мы как раз и отправили Нику, чтобы наши какие-то семейные внутренние конфликты разрешить. Потому что получается так, что Ника сталкивает нас с мамой лбами. То есть, пользуясь моей добротой, она пытается как-то нами манипулировать. Да, уловили эту тему. Со своей стороны хотели ей показать немножко другую сторону. Ценности семьи, труд, который надо уважать, который надо любить. Любить родителей, окружающих, близких. Советы мы вам давать не будем. Она посмотрела нашу семью, как мы живем, какой у нас есть устав, ценности. Если это хоть капелька будет услышано, увидено, я думаю, вашей дочери что-то останется. Спасибо вам огромное за гостеприимство. Давайте, до свидания. Вам здоровья, терпения, ну и любви побольше. Дорогая, да, это разговор стоил дорогого, очень интересно. Мне даже немножко жалко батю. Батя мировой. Почему-то я так и представлялась. Ну, то есть, видишь, проблема однозначно у Ники с мамой. Мне понравились они. Тому очень, мне кажется, тоже такой папа. По глазам видно, что очень добрый. Второй день эксперимента подошел к концу. Аполлинария с Никой вернулись из кафе и сразу легли спать. Сегодня 16-летняя чада московских миллионеров Ника Самойлова впервые в жизни сажала картошку, мыла ковер в реке Кубань и убиралась в автобусе. А еще подружилась с приятелями Аполлинарии. Наступил третий день эксперимента по перевоспитанию 16-летней Ники Самойловой, дочери московских миллионеров, на Кубани, в поселке Знаменское, в многодетной семье Сиротиных. Ночью Ника попросила Аполлинарию поменяться спальными местами, потому что захотела, чтобы кот тише спал вместе с ней, а на верхний ярус тише обычный не приходит. Поэтому утром Аполлинария проснулась на верхнем ярусе кровати. Доброе утро. Нам что сегодня делать надо вообще? Надо приготовить завтрак, чтобы все покушали. А готовим его сегодня с тобой мы. Пошли умываться. А что-то вы так рано встали. Доброе утро. Привет. А мы будем готовить сырник. Прикольно. А Ника тоже будет готовить? Сейчас вот так, чтобы не прилипало. Да, вот так уберем. Катай дальше. Чуть поуже будет. Ножи главное этим смазать мукой. А то прилипнет. И вот так. Раз, часть. Так вот. Не хочу. Да. Ты прям с одного раза. Там было все аккуратно. Вот и круг. Это прикольно то, что мы с Полиной как-то сплотились. Она мне объясняет. Я вот все повторяю за ней. Садитесь. Мы дожили до светлого дня. Сегодня сырники от Ники с Полиной. Отношения становятся очень доброжелательными, теплыми. Как будто Ника приехала к подружке на летние каникулы. Меня это очень радует. Тем временем погода улучшилась. И семья снова возвращается к посадке картошки. Сегодня без Василия он уехал на подработку. Возить гостей на свадьбе в Краснодаре. У меня что-то не очень получается копать. Но видишь, сегодня ты хотя бы уже с настроением. Правда, нет? Ты видишь, даже солнце сегодня светит по-другому. Вот мне интересно было. Еще вчера я просто не сказала. Вот вы когда картошку сажаете, вы учитываете какие-то полнолуния, лунный календарь? Слушай, ну как бы в моей жизни был такой период. У меня папа. То есть они до сих пор сажают, кстати, у нас в станице по лунному календарю. Но я как бы не придерживаюсь этим правилам. А мама вот этим, да, занимается всем. Слушай, ну вот видишь, какая у тебя интересная разносторонняя мама. Просто немножко выстроить отношения. Да, она достаточно мудрая. Я это прекрасно понимаю. Но несмотря на это, что-то я не слушаю ее, ее советы. Советую тебе прислушаться, присмотреться, потому что жизнь длинная. Почему я не ценю-то мою маму? Не у всех есть вот такая вот мама, как у меня. Картошку посадили, и все занялись своими делами. По выходным в свободное от учебы и помощи родителям время, а полинария занимается вязанием. В этот раз она вяжет жилетку. Можно я посмешу? Да, смотри, тут вообще что хочешь. Аккуратно вяжешь прям. Это тоже крючком-то? Да, 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 все крючком. Молодец. Что, попробовать не хочешь? Я не думаю, что у меня получится, но ты мне покажи, как это работает. Берешь вот так один, накидываешь, вставляешь вот следующий столбик. Подцепляешь, вот так выворачиваешь и еще раз. Да, попробуй. Так, я накидываю одну, да, вот так? Нет, тоже вот через верх вот так. Раз, и вытягиваешь его. Теперь столбик готов. Нифига, у меня получилось прям. А вот там что лежит? Дай, пожалуйста, посмешаю. Да. Ой, это ты тоже сама связала? Ну да, это тоже. Что так ровно еще у тебя получается? Вообще модная штучка. Ну, кардиганчик. Да, пуговки выбирала, там, 20 минут. Молодец, можно я накину? Конечно, что еще за вопрос? Ой, кирка, прям клево. Слышишь, ты это просто типа себе оставляешь, что там на продажу ничего не выставляешь? Да нет, на продажу, я думаю, кто это носит. Да нет, на самом деле в Москве вот такая штука стоила бы. Ну, дорого в каком-нибудь бутике. Думаю, тысяч 10 точно не меньше. Не хочешь начать продавать? Не задумывалась на этот счет. Ее кардиганом получился достаточно модным, то есть сейчас такие вещи пользуются спросом. Может быть, все-таки я бы не купила его, но могу сказать, что точно эта вещь пользовалась бы спросом среди модниц, и стоила бы она далеко не 3 копейки. Ольга и Василий решили в честь Ники отвезти всю семью в ресторан в центре Краснодара, чтобы Чада максимально почувствовала себя в своей тарелке. По дороге сиротины показывают Ники как будущему архитектору знаковые дома города. Ты хочешь свой замок, а к любому замку нужна какая-то история. Был такой коллекционер Коваленко, он коллекционировал разные картины, у него была своя галерея. В итоге он отдал свою коллекцию вот в это здание. Это музей, да? Да, это музей, художественный музей. То есть он просто продумывает на будущее. Ты представляешь, в своем замке сколько можно уместить не только картины? Я думаю, я ему найду применение. То, что через сто или тысячи лет люди также будут ходить, смотреть и говорить, о, это, кажется, построила Ника, будут что-то говорить про мою семью, мою биографию, возможно, люди будут знать наизусть. Стоит как-то побольше смысла вкладывать в этот замок, если он все-таки будет. А как пахнет судачок? Прям вкусно-вкусно. Скажи, пожалуйста, впечатления, какие у тебя после прогулки по Краснодару? Я на самом деле сначала думала, что Краснодар это место, где нечего посмотреть. Большая деревня, да? Серьезно, что ли? А вот сейчас моя мне не поменялась. Ну точно. Я хотел тебя спросить, ты у нас три дня побывав у нас, у тебя что-то изменилось? Я сделала выводы о том, что все-таки моя мама это взрослый человек, у которого есть жизненный опыт, и его в разы больше, чем у меня. Стоит ее послушать или хотя бы ее иступить. И я поняла то, что все-таки мои какие-то прихоти, они влияют на отношения мамы с папой. Это как бы не та вещь, которая должна зависеть от меня. Я поняла, что нам с мамой есть чего обсудить. Это нужно просто вот сесть и поговорить с ней, расставить все точки над «и», чтобы не было больше никаких недопониманий. Я вижу Нику совершенно другим человеком. Ника, на мой взгляд, талантливая девочка. Ну, с характером, но это очень хорошо. Ты такой мажор, которого можно переучить. Старательный, и если тебя что-то новое улечет, ты этим серьезно займешься. Это правда. Я первый раз вообще вижу мажора, если честно. Ты добрая, отзывчивая, нормальная девчонка. Мне очень приятно, что семья решила потратить на меня время свое, отвезти меня в ресторан, чтобы как-то подвести итоги вот этого всего эксперимента, чтобы, в принципе, провести со мной время. Я хотела сказать, у меня для вас есть небольшой сюрприз. Ух ты! Нет-нет-нет, сейчас я отключусь, и вы все увидите. Что она задумала? Перед поездкой Ника заранее договорилась с Аполлинарией спрятать в микроавтобусе гитару. И тайком от всех пронесла ее в ресторан. О-о-о, нифига себе! Молодец, Тигель, вообще прям завернула, так завернула. Девочки, смотри, какой букет. Цветы! Это цветы! Милые розы! Ее сюрприз очаровал. Где-то даже хотелось мне заплакать. То есть она открылась мне совершенно с другой стороны. Я считаю, что Ники очень идет ее образ, рок-звезды. То, как она держит микрофон, гитару. Под ее темперамент и стиль это очень подходит. Они мне даже похлопали. Это так приятно. Наступил четвертый день эксперимента по перевоспитанию 16-летней наследницы московских миллионеров Ники Самойловой в многодетной семье Сиротинах на Кубани. С утра все собрались, чтобы вместе позавтракать. Приедешь еще? Приеду. Да? Ты вчера нам приготовила? А сегодня мы будем пить. Мы так выходим. Надо чуть-чуть. Полина полночи не спала. А меня очень не спала. Мини-замок для тебя. Четыре этажа просто. Спасибо большое, Полин. Я чуть не потеряла дар речи, потому что это настолько неожиданно для меня. Там еще был нарисован замок. То есть она старалась. Она делала это ночью, когда я уже спала. А она на кухне старалась. Для меня специально. Это так приятно. Как сказать, ручная работа? Ручка. Лепнина. Ну, я думаю, в своем замке ты тоже что-нибудь там ручное прилепишь. А попробуешь, вообще за уши не оттянешь. Вот жалко, я уезжаю. Давайте резать его. Давайте. За четыре дня с семьей мы так сильно сблизились. Мы стали, правда, родными друг для друга. И девочки, и родители. И сейчас мне уже нужно уезжать. Мне так печально. Хоть и этого не показалось, чтобы никто сильно не расстраивался, но мне так грустно. Ты торопишься. Ну, раз торопишься. По мамке с папкой соскучилась. Опа, паньки. Давайте чемодан я сейчас. Спасибо. Давай. Мы очень рады, что ты к нам приехала. Я тоже рада. Приезжай еще. Я приеду. Да, мне понравилось. Эксперимент по перевоспитанию 16-летней дочери московских миллионеров Ники Самойловой завершен. Нику в аэропорт везет машина съемочной группы. И сегодня впервые за четыре дня она может поговорить со своими родителями. О, привет. О, малыш. Я вот в аэропорт еду уже. Мне даже уезжать не хотелось. Но я по вам так соскучилась. Очень сильно. Как у тебя дела? Рассказывай давай. Так много всего было. Мы копали картошку, стирали ковер в речке. Мы гуляли по городу. Я ела вареники с сахаром. У меня очень много нового опыта. Тебе это встряхнуло? На самом деле я много выводов сделала. Например, о том, что мама мудрее, стоит ее слушать. Что у нее больше опыта жизненного, чем у меня. И что вряд ли, мам, ты хочешь для меня плохого. И вряд ли ты делаешь это из вредности и все такое. Я понимаю, что ты меня очень любишь. И что делаешь все это только для меня. Ты мой зайчик. Мы очень соскучились. Я поняла, что мои хотелки, мои прихоти, они не должны влиять на ваши отношения с папой. Потому что все-таки вы тоже из-за этого ругаетесь. И это как бы не та вещь, на которую я должна влиять. Ник, Ник, скажи, замок строим? Ну, я думаю, да, но замок это не главное. Я очень рада, что я приехала вообще в другой регион. А то я по России особо нигде не была. И что я увидела вообще, как живут люди. И в принципе, какую-то другую жизнь. Это ценный опыт. Я вас очень люблю. Я по вам очень соскучилась. И мне кажется, что я очень повзрослела. За эти четыре дня я сделала очень много выводов. Я пересмотрела много своих взглядов. Трогательно прям. Мы тоже по тебе очень соскучились. Да, вообще. Да уже вот я прилечу скоро, уже увидимся. Мы тебя будем встречать с плакатами. Ура! Малыш, мы тебя очень любим. И скучаем по тебе. Субтитры сделал DimaTorzok